Вот, смотрите на нее, на эту барышню. А я ее за ангела почитала. Вы без гувернантки ко мне пожаловали, Аглая Ивановна? А хотите? Хотите, я вам скажу сейчас прямо без прикрас, зачем вы ко мне пожаловали? Струсили от того и пожаловали. Вас струсило? Конечно, меня. Меня боитесь, если решились ко мне прийти. Кого боишься, того не презираешь. А подумать, что я вас уважала даже до этой самой минуты. А знаете, почему вы боитесь меня и в чем ваша главная цель? Вы хотели сами лично удостовериться, больше ли он меня, чем вас любит или нет. Потому что вы ужасно ревнуете. Он мне уже сказал, что вас ненавидит. Может быть. Может быть, я и не стою его. Только солгали вы, я думаю. Не может он меня ненавидеть. И не мог он так сказать. И, впрочем, готова вам простить. Во внимание к вашему положению. Только все-таки я о вас лучше думала. Думала, что вы умнее, да и получше даже с собой, ей-богу. Ну, возьмите же ваше сокровище. Вот он. На вас глядит. Опомнится. Не может. Берите его себе. Но под условием ступайте же сейчас прочь. Сиють же минуту. А хочешь, я сейчас прикажу. Слышишь ли? Только ему прикажу. И он тотчас же бросит тебя и останется при мне навсегда и женится на мне, а ты побежишь домой одна. Хочешь? Хочешь? Хочешь, я прогоню Рогожина? Ты думала, что я уж повенчалась с Рогожиным для твоего удовольствия. Вот сейчас при тебе крикну. Уйди, Рогожин! А князь и скажу. Помнишь, что обещал? Господи, да для чего же я себя так унизила перед ними? Да не ты ли, князь, меня сам уверял, что пойдешь за мной, чтобы не случилось со мной и никогда меня не покинешь, что ты меня любишь и все мне прощаешь. И меня, ува, да что ж ты говорил? И я только, чтобы тебя развязать, от тебя убежала, а теперь не хочу. За что она со мной как с беспутной поступила? Беспутной ли я? Спроси у Рогожина, он тебе скажет. Теперь, когда она опозорила меня, да еще в твоих же глазах, и ты от меня отвернешься, а ее под ручку с собой уведешь, да будешь же ты проклят после того, что я тебе поверила. Уйди, Рогожин, тебя не нужно!